все спасибо да да короче вот так вот Виталий может быть вам по БПФ оставлю вопрос это больше больше Виталий лучше меня знает да я вот нигде не могу получить конечный ответ на этот вопрос первый под вопрос получается, что эта связка не для всех онована то есть мы говорим все время я слышу отовсюду, что этот мост, он сломан, его нет но для кого-то он видит, а для кого-то он нет потому что кто-то торгует иностранными акциями, нет никаких проблем второй под вопрос, сразу задам есть иностранные акции насколько я знаю, что все они не относятся к НРД, они относятся к Best Efforts причем тогда разрыв моста НРД Евросии смотрите есть разные места где учитывались ценные бумаги есть НРД и есть Best Efforts Bank через Санкт-Петербург многие работали через Best Efforts Bank соответственно эти торги до сих пор доступны почему? потому что Best Efforts работает через DTCC DTCC это аналог Евроклира к Америке, который относится и Америка не заблокировала расчеты с Россией как ни странно вот поэтому те, кто через Best Efforts работали они и сейчас у них есть доступ возможность совершать сделки мост ДРД с Евроклиром действительно заблокирован и бумаги, которые в НРД они по факту заморожены потому что Евроклир не обрабатывает никакие поручения но насколько я слышал я не могу вам гарантировать в 100% у каких-то брокеров есть возможность обхода они как раз таки через свои точки там на Кипре эти бумаги переводят и предлагают вам скупить ваши бумаги придется им заплатить не знаю там 10-20% не знаю сколько скажут с ними нужно общаться вот но некоторые брокеры такую возможность предлагают ну это те брокеры у которых есть такая инфраструктурная возможность у которой используют свои там дочки из офшоров вот и которые не находятся под санкциями ну вот здесь уже как бы ваше решение бумаги оставить или бумаги там попробовать привести продать с дисконтом но в целом НРД с Евроклиром контур не функционирует ни у кого то есть работают только те кто работал либо через best efforts да либо через офшоры где которые в общем-то не находятся под санкциями я правильно понимаю что в санкционных брокерах все бумаги хранились в НРД да все что хранили в санкционных брокерах в принципе возможность работы с иностранными бумагами ограничена в любом случае независимо независимо от того где хранились бумаги но мост НРД с Евроклиром да он не работает если вы возьмете бумаги иностранные которые были в НРД в открытии и переведете их не знаю там в другую компанию образно которая не под санкциями они их продать тоже не смогут потому что мост не работает но есть какие-то компании я слышал которые там какую-то схему не знаю насколько она вообще ну легальная эта схема какую схему предлагают все равно я не услышала ответ на вопрос конкретно да я знаю тоже этот вопрос менеджером своим за ограниченное хранение бумаг и этого ответа нет поэтому я вот пытаюсь почему мы видим почему мы видим при переходе вот из в открытии в Альфу и так далее да мы видим что бумаги хранятся в БЭВе да мы не видим что там они хранятся в МРД конечно у меня похожий вопрос мы не видим что там евроклель где-то в фикуре нет евроклель там не тоже в фикуре он там и не тоже в фикуре ой к сожалению вот здесь все менеджеры нам говорят что бумаги хранятся в БЭВе а вы говорите про сломку моста и НРД и евроклель и у меня здесь получается каждый раз как бы шаглоном в этой части смотрите у нас я смотрел отчет клиентов смотрел где хранятся иностранные бумаги они все лежат в НРД все лежали в НРД сейчас их переводят в инвестиционную палату да и они не в Best Efforts были вот поэтому они заблокированы что касается вот вы говорите там переводе в Альфу вы видите Best Efforts из ДТБ переводили в Альфу из ДТБ перевели все в Альфу а потом из Альфы когда это случилось с Альфой значит стали переводить в разные там в разные месохранения Best Efforts совершенно верно да месохранения Best Efforts продать невозможно кроме некоторых бумаг почему-то стали возможны продажи Intel Apple и еще какая-то бумага понимаете но они-то продались вот у меня лично есть человек который мой друг который как только я ему сказала значит продают вообще попробуй потому что у меня у со мной не было таких бумаг продают попробуй он ее продал понимаете вот как это такое Максо звучит объясните если может слушайте ну у нас бумаги были в НРД их продать нельзя что касается там где у Альфы и ВТБ были бумаги я не знаю вот касательно того что их нельзя продать там в Альфе и ВТБ это понятно им никто не даст продать они под санкциями а как уже другие компании работают с этими бумагами здесь я не знаю я просто понятия не имею когда перевели в БКС ну здесь нужно уточнять непосредственно у тех компаний в которые переводят я только за контр-открытие могу отвечать невозможно продать они сблокированы ну тут не имею понятия к сожалению нужно уточнять у компании вы объясните с точки зрения я понимаю что вы не понимаете как вы объясните с точки зрения логики с точки зрения логики если если сломаться это просто да это что не но если работ значит дело не в мосте а дело в чем-то другое да да может быть может где-то Но к концу, может, Виталий сможет что-то еще по этому поводу прояснить. Я не могу дать комментарии. Добрый вечер. Другой краток. Моя попытка ответить на вопрос про БЭП, Евроклир и замороженные бумаги. Если ваши бумаги хранятся в Best Efforts Bank, хранятся, хранились, то значит вы их покупали на Санкт-Петербургской бирже, потому что БЭП работает только с Санкт-Петербургской биржей, и теоретически никаких проблем с продажей их через несанкционного брокера быть не должно. Понимаете, я перебью сразу. В банке мы видели то, как она попала под санкции. Там короткий период был, но был такой период, когда она еще не была под санкцием, а нас все, то и то уже сюда передали. Они хранились в БЭПе, но продать их там было нельзя. Нам говорили, что это подсанкционный брокер, БТБ, поэтому мост разорвался, все, невозможно продать. Никто ничего не мог продать. На тот момент, может быть, сейчас, если ваши бумаги хранятся в БЭПе и торгуются на Санкт-Петербургской бирже, то через несанкционного брокера вы можете их продать. Тогда это вопрос к поддержке того неподсанкционного брокера, который вам не нравится. В БКС все бумаги иностранные, кроме Инпола и Эбла, заблокированы. К сожалению, на этот вопрос только БКС вам сможет подсказать. Нет, у меня вопрос по открытию. Давайте, подскажите. Не буду сказать другие противы. Только что предыдущий оратор сказал, что все бумаги хранятся в НРТ. Вы сейчас говорите, что все бумаги иностранные купли на Санкт-Петербургской бирже хранятся в БЭПе. Как это вообще можно интерпретировать? В открытии было два разных формата работы с иностранными ценными бумагами. Если вы являлись квалифицированным инвестором, у вас был прямой доступ к иностранным торговым площадкам, напрямую к Нью-Йоркской бирже, Лондонской бирже и так далее. Вот эти все бумаги хранятся, хранились в НРТ. Если вы были неквалифицированным инвестором и торговали на Санкт-Петербургской бирже, то все эти бумаги хранятся и хранятся в БСТФС Банк. И переведя инвестиционную палату, когда она наладит работу на Санкт-Петербургской бирже, вы сможете их продать. Две разные ситуации. Либо вы покупали на Санкт-Петербургской бирже, либо вы покупали напрямую на иностранных торговых площадках. Так, я, с вашего позволения, кратко по своей презентации пройдусь. Если останутся вопросы еще в конце, то вернемся к вопросам в конце. Меня зовут Виталий Исаков. Я представляю управляющую компанию «Открытие». Вместе с «Открытие брокера» мы входим в «Открытие инвестиций». Но специфика немного разная. Станислав, как уже сказал, предоставляет услуги личного брокера. Я предоставляю услуги доверительного управления, в частности, боевые инвестиционные фонды – наш самый популярный продукт. Большая, наверное, и важная разница – то, что инвестирование через ПИФ на рынке акций, оно все-таки предполагает более длинные сроки, более длинный горизонт планирования, чем, например, может быть, когда вы работаете на брокерском счете. Тут выступление коллеги прозвучало, что, знаете, там неопределенность будет еще долгий срок, может быть, до конца лета. Для нас долгий срок – это все-таки как минимум три года. Именно на этот срок мы рекомендуем вкладываться в российские акции, в том, что и рекомендуем сейчас. Помимо того, что на горизонте три года, как правило, плохие события сменяются хорошими, плохие новости, настроения, потоки сменяются хорошими, и динамика рынка в большей мере зависит от динамики финансовых показателей, чем от каких-то настроений, новостей, опасений, либо же других факторов. Так еще и, вкладываясь на три года, можно получить налоговую льготу, при инвестировании как в ПИФ, так и в ценные бумаги на брокерском счете, но в ПИФ это более явно выражено. А именно, 3 миллиона рублей прибыли в год не облагается НДФЛ. Это достаточно крупные суммы позволяет размещать и по итогу не платить налога. Здесь у меня достаточно пространное рассуждение было про природу кризиса в принципе и текущего кризиса. Если попытаться максимально ужать это рассуждение, то оно такое. Причины кризиса каждый раз разные, и вроде бы по итогам предыдущего кризиса люди всегда делают вывод, что когда упал, надо покупать. Очевидно, по итогам 98-го года, 2008-го года, 2014-го года, 2020-го года. Но так как причина каждый раз разная, когда вот вновь опять сегодня упало, покупать немножко страшно, потому что кажется, что вроде не то же самое, и из этой ситуации вдруг выхода все-таки не окажется. Но все-таки каждый раз выход находится, потому что в России продолжает действовать характеристическая экономика, компании адаптируются, находят новые рынки сбыта, налаживают логистику, и в конечном итоге финансовые показатели растут. Долгосрочный рост финансовых показателей это и есть как раз тот драйвер, который ведет за собой долгосрочный рост рынка акций. В частности, когда мы говорим про российский рынок, обычно говорим про дивиденды, дивиденды, нижняя половина графика — это исторические дивиденды по индексу Московской биржи, выраженные в пунктах индекса, на входе в 2022 год. Естественно, что фактически дивиденды в 2022 году окажутся гораздо ниже, чем то, что ожидалось ранее. Но тем не менее, на этом графике можно посмотреть, как предыдущие такие ситуации оборачивались. И видно, что и в 2008 году, и в 2020 году тоже было снижение дивидендов, восстановилось, пошло дальше. Компании продолжают зарабатывать. Тут в таблице мы построили очень примитивную, но показательную модель. И смысл заключается в следующем. Да, снижение дивидендов, которое объективно произойдет, в этом году объективно произойдет, в следующем году рынок должен упасть. Это самоочевидно. Вы получите меньше денег, значит, эта штука меньше стоит. Вопрос, на сколько должен упасть рынок. Это уже вопрос не столь очевидный, и на который в пылу паники и в разгар эмоций участники рынка, как правило, правильного ответа дать не могут. А правильный ответ заключается в том, что большая часть ценности инвестирования в акции лежит все-таки не в дивидендах текущего года, и даже не в дивидендах будущего года, а в тех платежах, которые будете получать долгие годы после этого. Когда на эту ситуацию мы будем смотреть уже, знаете, как смотрим сейчас на 2008 или на 1998 год, те компании, которые вы купите по бросным ценам сейчас, они продолжат платить вам дивиденды долгие годы. Поэтому мы призываем, выступаем и сами практикуем за долгосрочное инвестирование. Мы считаем, что после сильного снижения рынок объективно очень привлекателен. Верим в том, что российские компании смогут восстановить свои финансовые результаты. Ну и если мы заложим в модель восстановления финансовых результатов на трехлетнем горизонте, как это было по итогам 2008 года, то по разным предположениям рынок недооценен от 50% до более процентов. То есть от 3500 до 5600 пунктов это наша оценка справедливой стоимости при разных предположениях. Пессимистичное предположение, оптимистичное предположение. Естественно, что вложения в акции подходят не всем. Естественно, что они не должны составлять большую часть вашего портфеля или весь ваш портфель. Но я уверен, что там вы квалифицированные люди и коллеги вам смогут тоже подсказать, когда будете обсуждать с ними свой личный портфель. Тем не менее, на какую-то долю я считаю, что даже самый консервативный инвестор должен на текущих уровнях вкладываться в российские рынки акций и это поможет очень существенным образом улучшить будущие результаты. На этом я, пожалуй, на сегодня закончу. Наш продукт называется ОПИФ открытия акций. Даже по итогам текущего снижения результаты на сроке 3-5 лет, которые мы рекомендуем, остаются положительными. Я этим фондом управляю лично с 2013 года и свои деньги вкладываю тоже в него. Спасибо. И теперь, если остались вопросы ко мне или Станиславу, то, я думаю, минут 10 еще можно пообсуждать. Почему у нас не торгуются ОПИФ недвижимости, которая вообще находится в России? Объясните, с чем проблема? Значит, смотрите, относительно ОПИФов. ОПИФы нашей компании и большинства других компаний, они как раз хранили свои активы в НРД и оказались в этой связи заморожены. Значит, теперь на российском рынке есть пара буквально компаний, которые использовали еще другую цепочку, а именно депозитарии Райфайзен-банка, ну, соответственно, через него с прямым выходом. Это сам Райфайзен и такая связь, я не заблуждаюсь. Эти ОПИФы, они возобновляют или в ближайшее время возобновляют торги. Но ОПИФы нашей компании, Сбербанка, ВТБ и большинства других компаний, они как раз хранили свои на ДЕ, не в Райфайзен-банке. Насколько мне известно, ОПИФов, которые работали бы с активами на Санкт-Петербургской бирже, на российском рынке, в принципе, не было. Поэтому эти активы заморожены, когда они окажутся разморожены, только когда разделится евроклир. По недвижимости я не совсем понял, про какой фонд вы говорите. Я говорю про ZP, например, который ZP к недвижимости называется рендный доход Pro, который был вот такой капитал. Тут не могу прокомментировать. По идее, вот так на вскидку ничто не должно им мешать торговаться. Потому что, вот, например, ZP венкарентал недвижимости, у которого точно такие же активы, ну, примерно такие же активы такого же рода, да, складка недвижимости, он торгуется и не прекращал торговаться практически. То есть, как только торги на Московской бирже открылись, он начал торговаться. Почему? У вас есть какой-то ответ? Нет, у меня нет ответа, я могу только порекомендовать ВТБ уточнить. Предложили написать им письмо, на которое они будут отвечать, или тем не менее. Гады, что еще можно сказать? Ну, вот это, видите, как бы, во время такого реального стресс-теста для всей нашей инфраструктуры оказалось, что российские акции оказались самым устойчивым, ну, просто акции, да, Gazprom, ZPB, оказались самым устойчивым активом и, значит, самым стабильным, и имею в виду именно в частной процентурной. Я знаю точно, что многие российские инвесторы, особенно, там, состоятельные люди, они всю жизнь считали, что политические риски это здесь, а там на Западе, значит, свобода и защита прав. Оказалось по-другому. Ну, вот теперь мы знаем, да, жаль, что мы не знали ранее. А PIF-акции, он не упал, разве? PIF-акции упал, конечно. Насколько? Ну, с начала года там где-то минус 30%. Много это или мало, конечно, никому не нравится терять деньги, но с другой стороны это снижение, оно там укладывается, да, в рамки тех снижений, которые периодически происходят на рынке акций, являются неотъемлемой частью инвестирования. Если вопросов больше нет, то всем огромное спасибо. Правильно я понимаю, что те инвестиционные, которые перешли в инвестиционную палату, они не будут торговаться. Значит, смотрите, в PIF-акции перешли не инвестиционную палату, они перешли в правящую компанию под названием Management Consulting. И вот пока не будет налажено взаимодействие между МРД и Эваклиот, они не будут торговаться. И когда случится неизвестная его датпомнация? Хотели бы дать прогноз, но не можем. Но тут как бы мы наравне со всем остальным рынком. Можно поинтересоваться, вот у коллеги ваших интересовался, хотел бы еще у вас спросить, вот как по вашему мнению текущий курс долларов, сколько будет циклами? Ну по вашему мнению, понятно. Я вам могу легко ответить по своему мнению. Я потихонечку доллары для себя покупаю. Я там первый раз купил по 66. Ага. А сейчас в минусе насколько на 15%. Но меня это совершенно не парит. Ну сейчас там на столько-то месяца куплю, сейчас по 57 или какой-то будет сложиться. я думаю, я думаю, что на горизонте года и горя доллар будет стоить дороже. Обещали. Что еще раз? Те, кто обещают 90-100, вы у них спросите, когда было 120, они обещали 60 или нет. Что вы сказали сейчас вопросом? Не слышите. Сколько будет сохраняться, вы считаете, в вашем личном мнении? Я думаю, что через год доллар будет дороже. Не, ну через год непонятно. Ну, а тут ловить дно это такое занятие. Оставим его внутридневным спекулянтом, из которых 90% на этом потеряют деньги. Но мы на бирже можем купить доллары, но физически не можем получить их на руки, правильно же? А если мы потом, допустим, купим доллары, потом их переведем в рубли, мы же рубли можем снять? Конечно, конечно. Мы можем их точно так же продать. Теоретически можно придумать какую-то схему, можно открыть банковскую карту в Казахстане на эти доллары перевезти в несанкционный банк, перекинуть туда. Сейчас лимит расширили до 50 тысяч долларов и, ну, там как-то или потратить за рубежом во время поездки или снять. То есть для целеустремленного человека найдется способ так или иначе после бытисти к этому лучше. Знаете, я пока сам реличным этим еще не занимался, поэтому опытом поделиться не могу. Но все-таки вот несмотря на то, что официально ЕС и США запретили поставку наличной валюты, все равно ручейки будут. Ручейки будут, потому что ну, как бы невозможно, да, невозможно закрыть любой канал. Точно так же, как импорт. Ну, валюта подешевела достаточно сильно. Найдутся способы, найдутся поставщики, найдется логистика, чтобы опозитить эти воскрепленные западные товары. И мы уже видим, установленные, что айфоны стоят точно так же, как бы начало своей операции. Ну, пожалуйста. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, нет какого-то конкретного срока. Там доступ уже получен к торгам. Бумаги, ценные акции в основном уже переведены. Обратите внимание, может быть, некоторые бумаги у вас еще отображаются на открытии, но по факту они могут быть уже на инвестпалате. Это можно в веке там посмотреть, это можно посмотреть в отчете. Причем, когда в отчет заказываете, там нужно смотреть счет ИТП, который по иностранным бумагам, потому что на российском счете у вас могут быть нули, так как там нет российских бумаг, а на иностранном счету могут быть уже эти ваши бумаги иностранные. Вот. Собственно, процессы, ну там сейчас третья волна должна быть перевода в ближайшее время, которая уже закроет все оставшиеся бумаги, чтобы они перевелись. Когда торги запустят на Санкт-Петербурге, здесь я не могу дать точный срок, как бы лицензия получена, доступ оформляется. Ну, я просто не отвечаю за это направление, у меня нет информации. А как раз, если у вас поступают, Александр? Да, Алексей. А, Алексей. Да, номер с телефона его видите. Можно я вам лучше позвоню? Как бы быстрее Конечно, претензии поступают, и мы их обрабатываем, но вы должны понимать, что когда вводятся санкции и нас загоняют в такую ситуацию санкции, мы бы и сами рады, чтобы ваши бумаги торговались и все было в порядке. Мы пытаемся все возможности сделать для того, чтобы этот процесс ускорить, но когда физически у нас отнимает возможность работать на открытии с аностранными акциями, мы же не сами эту ситуацию создали, поэтому мы стараемся, делаем все возможное, готовим ответы на претензии, но это никак не ускоряет все равно процесс. У нас все силы брошены на это, и как только возможность будет, это будет реализовано. Мы же прекрасно понимаем, что мы лояльность клиентов теряем на этом, мы же прекрасно это понимаем. Терять лояльность клиентов – это вовсе не наша цель. Что они просят в золото, как они делают покупки валюты? В золото инвестировать очень интересно, при инвестировании в золото нужно понимать один фактор, что золото всегда растет в долгосрочном периоде на уровне инфляции, и оно никогда не растет быстрее. То есть, если вы могли на какой-то объем золота 100 лет назад купить костюм, то вы и сейчас на этот же объем золота также купите такой же хороший костюм, как и 100 лет назад, плюс-минус. Золото, например, не подвижный инфляцией, но тут встает второй момент. Вы, когда золото инвестируете, там нет инфляции, но вы доходности на него никакой не получаете, там нет никакой купонной доходности. Поэтому золото – это все-таки больше как часть портфеля, как хедж какой-то от роста инфляции, это какая-то часть портфеля, которую неплохо держать. Особенно, когда печатные станки в мировых резервных валютах печатают так много денег. Но при этом, вложив все ваше имущество в золото, вы будете застрахованы от инфляции, но не будете получать какой-то ощутимой доходности на свой портфель. Поэтому здесь как бы это интересно для диверсификации портфеля, какую-то его часть. 10-15%? Ну, от 5, может быть, до 15, и сейчас, может быть, интереснее больше вложить, то есть, может быть, 10-15, да. Потом, когда, соответственно, инфляция замедлится, может быть, можно будет эту долю снизить. Соответственно, если золото растет, то акции золота добычи тоже растут, правильно? Естественно, естественно, да. Они получают маржу на продажу золота. У них себестоимость достаточно высокая у многих компаний, и они могут больше производить с разницей, когда себестоимость растет, увеличивается предложение, которое затем уже давит на цену, да, со стороны предложения. У нас российская компания самая крупная, это лензолото, да? Да ладно. Польс? Но это не российская компания. А, ну в этом плане, да. У нас основные лензолото, Полюс, Полиметалл, есть еще Петропавловск, но в Петропавловске сейчас много проблем. Петропавловск, Полюс, Полиметалл, это все не российская компания? Нет, да, абсолютно право, они зарегистрированы не в России, но по факту они в России добывают золото. Это, ну, компании, которые в России добывают. А Альфа капитал на золото? Что Альфа капитал на золото? Фонд есть, это фонд. Фонды на золото у всех есть, и у нас есть фонд на золото тоже, и у Альфа есть фонд на золото, и везде это плюс-минус. суть плюс-минус одна фонд может быть интереснее так как там управление есть какое-то внутри него вот ну как бы здесь какой-то глобальной разницы нету просто вкладывать золото телефон я имею вообще в целом любое золото на физическое золото если вы вкладываете сейчас идите на вашу встреча сам любое физическое золото то исправить об 10 при покупке продажи если вы захотите на этом стрип тайнаш работать то это вообще нет история если если вкладывать там свею а ты это нужно делать на бирже через покупку фьючерса через покупку фонда через покупку кив на золото а если вы хотите родить просто свои средства в семье золоте то это уже другое да иногда nichts на долгосрочной есть замысла покупать физическое золото краткосрочно это связано с дополнительными издержками. Ваши вопросы? По пулю золота они платили дивиденды, получается, в валюте. Как вы думаете, они будут? Ну, можно только гадать, но судя по тому, как складывается конъюнктура, компания должна быть, по идее, перерегистрирована в РФ, должна начать платить в рублях и вряд ли она будет платить в долларах, так как мы все от доллара уходим, а компания все-таки входит в, несмотря на то, что зарегистрирована за рубежом, компания российская, владельцы российские, добывают золото по большей части России, да, поэтому здесь выглядит логично перерегистрация в Россию, так же, как и для Яндекса, например, да, и других компаний, которые зарегистрированы за рубежом. А РУС-28 по тому плану? Что произойдет? РУС-28, ну, сейчас какой механизм хороший ввел наш Центербанк, что они платят в рублях, да, пока им давали возможность платить в долларах, они платили, с завтрашнего дня, скорее всего, эту возможность отнимут, и они будут платить в рублях по текущему курсу ЦБРФ. Для вас, как, если вы имеете дамагу, это хорошо, чем плохо, потому что за полученные рубли вы доллар на бирже купить сразу сможете по текущему курсу такую же сумму, как стоили бы купоны, да, вот. Платежи разделены будут на две части, то есть для резидентов вы получаете рубли сразу, причем на ваш брокерский счет они приходят, что удобно. Для нерезидентов эти счета зачисляются на счет типа Ц и замораживаются там до лучших времен, вот. Почему это лучше? Потому что если бы платили в долларах, платеж шел бы в Евроклир, а там они бы замораживали и деньги не доходили бы наших инвесторов. Конечно, лучше получить в рублях по текущему курсу, чем не получить вообще. А, так же они никакой купон не выплачивали, получается, в долларах? Ну, по Рос-28 нет, потому что там выплата в июне, а предыдущая была в декабре. В декабре они ничего еще не было, а в июне, вот, и 26 июня, там выплата предстоит. Ну, я думаю, да, скорее всего, в рублях. Если завтра они не продлят, они не собираются, то в рублях будет так. Все, спасибо большое. Учебного аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!